Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы написали. Что делать, если раздражает старший сын от первого брака? Ему 7 лет, младшему 10 месяцев. Я понимаю, что многие вещи в первом мужчине не смогла принять, и как будто я их вижу в сцене. Тоже мышление, рассуждение, это ужасно, я так и живу к родному сыну. Подскажите, пожалуйста, как это можно решить? Ну, давайте попробуем посмотреть на ситуацию вашу вот в такой позиции. Да? Мы попробуем посмотреть на ситуацию с позиции того, что вы не смогли принять что-то в мужа. Вы говорите о том, что, ну вот, не получилось вас принять в нем. Тем не менее, несмотря на то, что вроде как у вас это сделать не получилось, вы все-таки, на мой взгляд, значит, ну, какое-то время с ним были, с этим человеком. И даже, в общем-то, получается, что вы сделали, да, вы, ну, как бы, завели ребенка с ним и так далее. То есть вот этот период, да, который вы с ним были, ну, вы, получается, себя заставляли с ним быть. И очень мне интересно, почему? То есть для чего вы заставляли себя быть человеком, которого вы не принимали? Ну, или, по крайней мере, не полностью принимали, да, получается? У этого есть, вероятно, причины какие-то. Эти причины нужно выяснить. Что происходит дальше? Дальше происходит то, что когда человек, ну вот, что-то не принимает в другом, заставляет себя быть другим, он ведь что делает? Он питает себя надеждой, что что-то получится, что у него что-то будет, ну, в смысле, вот, что-то получится сделать, что-то получится реализовать, что-то получится достигнуть, чего-то достигнуть и так далее. То есть много довольно разных здесь есть моментов, на которые, ну, вот, нужно обратить вам внимание. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, увидеть всю эту историю. Конечно, дело здесь не в сыне как договом, но в то же время и в нем тоже. Если вам не нравятся какие-то его рассуждения, если вы считаете, что, ну, что ваш сын как-то неправильно говорит, да, неправильно, там, я не знаю, неправильно что-то делает и так далее, то ведь от этого нельзя избавиться. Проблема не в том, что вы не принимаете что-то в сыне, проблема в том, что вы пытаетесь заставить себя это принять, вы пытаетесь заставить себя, ну, смириться с этим, полюбить это. А это ведь невозможно. Ну, в смысле, вы не согласны с чем-то, в чем-то, с человеком. И вы, соответственно, ну, вот, не согласны и вы не принимаете это. Это нормально. Мне кажется, что со своим ребенком вы повторяете ту же ошибку, что и с бывшим мужем. Вы заставляете себя как-то к нему относиться. Вы заставляете себя, просто заставляете себя что-то делать, как-то чувствовать, чего-то хотеть. И от сына копится недовольство. Поэтому, да, конечно, с одной стороны, понятно, что вам напоминает мужа сын, но с другой стороны, и к сыну у вас может быть вполне какое-то такое отношение, да, когда что-то вы не можете, ну, вот, в нем принять, да, и это абсолютно нормально. То есть тут нет какого-то преступления и так далее. Нужно это себе принять, нужно об этом нормально, неразрушительно для себя и для ребенка говорить об этом. И, в общем-то, наоборот, приучать и себя, и другого человека к тому, что люди могут быть не согласны в чем-то друг с другом. У людей могут быть разные взгляды, разные какие-то утверждения, разные ценности, в конце концов. Но при этом они все равно могут взаимодействовать, при этом они все равно могут общаться друг с другом. А вот, раз уж так вышло, что это ваш сын, и что, наверное, вы чувствуете себя за него ответственными, то вот, как бы, можно не соглашаться, не обязательно быть очень близко и эмоционально со своим ребенком. Ну вот, тут дело не в близости, тут дело в искренности, в свободе. Это куда более важно, потому что, ну, давайте признаем честно, что не всегда ребенок может вызывать чувство любви. А вы стремитесь как раз, как будто бы, к слиянию. То есть, чтобы вот вы прям, вот, принимали полностью ребенка и так далее. По-моему, это, этого же вы, к этому же вы стремились и смутить. Вот. И у вас не получилось. Понимаете? Поэтому тут нужно смотреть, что конкретно вам движет, когда вы, ну вот, испытываете, ну вот, где вы пишете, что, значит, многие вещи не смогла принять в музе, да, и, значит, я их вижу в сыне. Ну вот, да, вы травмированы разводом, конечно, вы это не прожили, вероятно. В вас стоит сейчас сидеть, но и к сыну тоже отношение у вас свое собственное. Не обязательно, что вы прям будете его любить до беспомысла и принимать его тоже. И от вас никто этого не требует, что очень важно. Поэтому самый лучший способ решить вашу проблему, это пойти на психотерапию для начала. поработать с разводом. Вот. А дальше потом уже формировать свое отношение к сыну. Вот. И более зрелое, чем то, что вы транслируете сейчас. Учиться обращаться с тем, что вы можете быть, ну, просто не согласны с чем-то, вот, с другим человеком. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего доброго. Ну, это совсем просто см RadioMorps. Продолжение следует.